Геннадий Владимирович, хочу начать с вами наше сегодняшнее обсуждение. Единственное, нашим зрителям скажу, что начинаем наш разговор в 11.40 по киевскому времени, 8 августа на календаре. А вот 7 августа Путин назвал события в Курской области «масштабной провокацией киевского режима». Созвал он совбез, и вот начальник генштаба РФ Герасимов доложил, что продвижение вглубь территории России остановлено, а цитата «операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу». Ну вот это прозвучало от Герасимова. В то же время по состоянию на текущий момент многие российские пропагандистские паблики сообщают о том, что еще вот эта операция, о которой говорил Герасимов, что она будет завершена, она абсолютно не завершена. Как вы прокомментируете совбез, как вы прокомментируете эмоциональное состояние Путина, Герасимова, насколько неожиданностью большой это стало для них, ну и в целом, как на внутриполитической ситуации в РФ сейчас отразятся события в Курской области? Ну пропаганда, конечно, сейчас давно уже утверждает, что все решено, противник отступил, понес потери, потерял всю технику, личный состав и так далее и тому подобное. Народы втюхивают, так сказать, то, что ему положено втюхивать. Что касается ситуации, понятно, что для них это абсолютно неожиданность. Они думали, что только они могут вторгаться, только они могут выводить войска, но раз идет война, то никаких госграниц не существует. Вообще существует только глубина фронта, фронт и его глубина, где проводятся различные боевые действия. То, что Украина ударила по Курской области, даже не ударила, а просто вошла и угрожает продвижению дальнейшему, понятно, что это операция, которая направлена на ослабление тылов, инфраструктуры. Мы сейчас там в другом эфире проанализировали эффект военный, поскольку шло наступление и концентрация войск для удара по другим направлениям на украинскую территорию. И вот это вот контрнаступление на неожиданном участке, которое шокировало этих дураков в Кремле, которые думали, что только они могут что-то делать. Вот на третий год войны они до сих пор так еще и не поняли, что это война. Поэтому вот это неожиданные действия, безусловно, шокировали и Путин, и его приспешников, военных преступничков, собравшихся в Кремле. Они там чего-то вчера обсуждали. Поэтому что можно сказать? Морально-человеческий эффект серьезный. Он, может быть, нисколько для народа, которым там вот эту вот пропагандистскую кашу сварили совершенно иной. А все понимающие мыслищие видят, что масштаб боевых действий, глубина, ширина фронта, она растет. И это, насколько мне объяснили военные эксперты, операция полезна тем, что она, во-первых, тылы дезорганизовала, во-вторых, там были, как мне сказали, подразделения, которые были готовы тоже к дальнейшим наступательным действиям. Но и сейчас Путин вынужден бросать в бой, снимать с фронта часть авиации, часть боевого состава. И это ослабляет действия агрессора на других направлениях. В этом смысле, я так полагаю, что операция тщательно планировалась, и там, я так полагаю, что и логический смысл, и очень легко объясним, и будет нам объяснен чуть позже вооруженными силами, там, или политическим руководством Украины. Я надеюсь на это. Вот. Что касается эффекта в Кремле, конечно, было бы интереснее, если бы мы увидели вот этот эффект в результате серьезных, успешных наступательных действий украинских вооруженных сил в самой Украине. Я думаю, что это был бы еще больший эффект, когда они бы понимали, что война покатилась в другую сторону. Я понимаю, что пока у Украины нет ресурсов, прибывают сигнальные так называемые партии, названы сигнальные партиями F-16. Понятно, что пока эти машины не в состоянии переломить ход войны, не способны обеспечить политику, где-то в воздухе. Ну, как раз, лиха беда начала. Жалко только, что все это медленно, что это все за большим запозданием, что это все, как бы так сказать, переводит войну в затяжную фазу, как это сейчас заговорили на Западе, в War of the Frisian, да, это война на истощение. Ну вот, собственно говоря, можно было ее закончить быстро, если бы сразу Украине дали все необходимое для этого. К сожалению, момент упущен, и сейчас одно разминирование, сколько там будет времени занимать, этому Господу Богу известно. Геннадий Владимирович, такое впечатление, что Медведев действует по отмашке, либо путинской лично, либо какой-то кремлевской, потому что он молчал все это время, в телеграм-канале никак не комментировал события Курской области, и только когда Путин собрался в бес, пообщался с силовиками, вот только после этого Медведев разразился в очередной раз громким постом, где призвал сменить статус так называемого СВО, мол, можно, пишет он, цитата, без реверансов, говорить о полном захвате Украины. Собственно говоря, согласовывает он это все с Кремлем и смотрит, как кто будет реагировать? Ну, он такой провокатор, у него роль провокатора, он играет роль провокатора, вы знаете, когда во дворе группа пацанов там чего-то замышляет подлое, там какие-то вот такие мелкие ребятки, они должны что-то спровоцировать. Типа, ну, когда дядя дай там 5 рублей, чего пацан? Ах, не хочешь? Вот меня бьет там дядя, вот какие-то пацаны, ну и начинался. То есть, мне вот впечатление, что как раз такого мелкого провокатора, роль мелкого провокатора, за углом, у которого спрятались там более серьезные товарищи, играет Медведь. И ему дают, скажут, ну-ка, иди вот там, что, будет эффект, не будет, он там выходит с какой-нибудь бельберной, и они смотрят эффект. Теперь это не мы, это вот этот наш шнурок тут бегает своим заявлением. А если прокатывает, то они говорят, о, нормально, прокатило. Значит, будем действовать в этом направлении дальше. Я поэтому думаю, что это прокачка ситуации, прокачка общественного мнения, как отреагирует народ, как отреагирует Запад, как отреагирует Украина, как отреагирует там другие стороны. Вот роль такого провокатора исполняет для того, чтобы снять реакцию, посмотреть, можно ли двигаться в том или ином направлении. Вы говорите Запад, а западные политики, они действительно всерьез относятся к заявлениям Медведева? Потому что до этого складывалось впечатление, что всё, что он пишет в своём телеграм-канале, это всё на внутреннюю аудиторию. Более того, один потребитель этого всего — это Путин, вот перед которым он пытается выслужиться. Ну, по-моему, что он выслужился, и вот ролью, мы за ним закрепили вот эту роль мелкого провокатора для артистированной ситуации. Мне кажется, что он сейчас встроился в этой системе именно в этом качестве. А у него были проблемы, чтобы не выпустить за бой, он очень сильно боялся, он бежал впереди поезда, размахивал флагом, делал заявление, упреждающий и так далее. Сейчас он говорит, ну ладно, держим этого мелкого, так сказать, для наших целей. И мне так сложилось такое впечатление, сейчас он немножко успокоился, как бы так сказать, и уже в рамках вот этой кулировой банды, вот такой уличной, он сейчас вот чётко выполняет свою роль. Слушают ли его, не слушают ли, но я имею в виду, что Запад должен сейчас как-то реагировать на операцию в Курской области. Вот он должен что-то сказать, должен как-то там дать сигналы, он должен там провести какие-то там переговоры со своим союзником, с Украиной. Ну, Запад считает себя союзником, поэтому он должен консультироваться. Я не исключаю, что, конечно, мог быть и Запад мог, западные коалиции могла быть проинформирована ранее, может быть, там была какая-то реакция, но всё-таки сейчас важно, что будет на публике, в том числе. Мне кажется, сейчас важно, какие будут сделаны соответствующие там заявления, статьи, появятся в крупных СМИ, какие будут сделаны заявления, каких там важных политологов, людей, которые имеют влияние на общественное мнение вот по этой ситуации. Ну вот. А что касается мобилизации, Путин, по количеству денег, которые Путин бросает на контрактников, мы видим, что он не хочет этого, боится. Но, вот, может быть, они попытаются сейчас завинтить истерику в обществе, хотя это плохо работает, уже плохо работает, с тем, что там, типа, отечество в опасности, на нас напали, сейчас наши объекты ядерные захватывают, там, ядерный апокалипсис наступит, страны огромные и так далее, и тому подобное. Может быть, они сейчас попытаются в истерический момент в свою пропаганду внедрить, но он пока плохо работает. Вот, Курская область, Курской область, так сказать, а вот, проблемы наши там, по расписанию, да, поэтому, да, может быть, там, жалко людей, в Курской области, что у них там проблемы, но у нас свои проблемы, и нам, как бы, так сказать, не очень до них. Вот такая вот, ну, такое настроение, такие, как бы, высказывания внутри страны, вот, и там, так же, как и по Белгородсу, ну, да, что-то там у них происходит, что же теперь делать, это двойна. Как бы, посреди войны. Путин опасается, да, объявления о мобилизации? Если бы не опасался, давно бы объявил. Не тратил бы такие деньги, но сейчас уже достигли вообще неприличных цифр в денежной пособии. Человек приходит, заключает контракт, еще ничего не сделал, получает там 15-17 тысяч долларов. Ну, вот, просто представьте, где-где такое можно было бы когда-нибудь даже предположить, что это может быть реальность. А постоянно увеличивается, постоянно увеличиваются всякие объемы благ и льгот, зарплаты и так далее. Пособие, похоронные, так сказать, и так далее, и на тяжелое ранение. Все это увеличивается. То есть, огромные деньги тратятся, чтобы не объявлять принудительную мобилизацию. Потому что, пусть он ее боится, если не боялся, давно бы там пушить, для мяса вербовал бы, вернее, не вербовал бы, а призывал бы и отправлял бы на фронт. Раз он этого не делает, значит, что ли такое есть, почему он этого не делает? Совершенно понятно. Об экономической составляющей, о том, насколько много еще ресурсов у Путина платить такие деньги. Тут Мишустин на днях чиновникам поручил фактически за три месяца придумать, как совершить прорыв в демографии и в экономике. Поставлены определенные задачи. корейцев завести. Завести корейцев, завести там, не знаю, индусы пойдут, не пойдут, Бангладеш пригласить. Их там немерено. Вы знаете, что Бангладеш уже больше населения, чем в России. Возьмите карту сегодня, посмотрите, где Россия, где Бангладеш. Там народ живет больше. Но я шучу, конечно, такая вот. Но откуда они могут взять? Только мигранты. Больше ниоткуда взять не могут. 9 беременных женщин за месяц не могут родить ребенка. С вами это знаем хорошо. Вот поэтому никаких проблем, никакой проблемы демографии нельзя решить, иначе, как там за 20, 25 лет, когда там принимаются соответствующие шаги и меры, если мы берем то население, которое на территории России. А если мигрант завести там пару-трой только 4-5-6 миллионов, то можно немножко поправить дело. Но мигранты беда не знают ни языка, они обычаи, ни традиции, квалификации не обладают. Отсюда, конечно, проблема. Но, тем не менее, не могут пойти на... Такой стране, же сейчас объявили, что все мигранты, которые подслужат в армии, сразу получают автоматическое гражданство России. Подписываешь контракт на полгода, встаешь голову в это пекло, и если она у тебя остается целый, получаешь гражданство России. Ну и речь идет, в первую очередь, о Средней Азии, как правило. Хотя это не очень многочисленные республики, страны. Самый Узбекистан большой, по численности около 30 миллионов. А остальные страны поменьше. Поэтому там не очень большие ресурсы, вот именно мужского, такого населения, пригодного к службе в армии. Я не понимаю, как они хотят. Если только заменить сайгаками россиян, но сайгаки плохо идут в бой. Ну хорошо, а проблемы в экономике за три месяца, за счет чего они будут решать? И насколько серьезная вот экономическая... Проблем в экономике как таковых нет, глобальных таких вот кризисов. Да, не очень здорово с инфляцией, да, и совсем не очень здорово там с какими-то определенными товарами. Они поставляются, да, китайские товары, пожалуйста, а вот что там другое, это уже в полторы цены, да. Но в целом ресурсы есть, выручка есть, значит, пытаются они найти заменитель свифта, вот. То есть какого-то такого вот бед совершенно положения, что мыло спички и соли съезды, там даже и близко нет. Вот поэтому денег у него достаточно, ресурсов у него достаточно, денег у него на вербовку людей, на войну достаточно. С точки зрения вот как бы цифр экономики, они более-менее. Ну, видимо, не только все экономики решаются, и в обществе решаются и психологии, и в отношении, и в усталости. Накапливаются другие факторы. Накапливаются другие факторы. Конечно, изношенность инфраструктуры, хроническая традиционность за многие годы накопилась. Все оно, как бы, одно к одному. Не то, чтобы война обрушивает экономику. как раз нет там вот эти шесть с половиной процентов ВВП, которые Россия тратит на войну. Но это, в общем-то, как говорится, если некоторые страны десятилетиями тратили в два раза больше и живы-здоровы. Пока. Вот. Поэтому для России шесть с половиной процентов ВВП тяжело, но не критично. С учетом большого сальдо внешнего баланса торгового, большой выручки, минимального внутреннего, внешнего, вернее, минимального, да и внутреннего тоже, внутреннего внешнего долга, возможности эмиссии и так далее. В этом смысле у них больших проблем нет, они там год, два, три, пять могут продержаться. Продержится ли общество, неизвестно. Поэтому его это больше волнует. Когда вы говорите, продержится ли общество, неизвестно, это вот о чем? О каких-то волнениях или... Да, накапливается усталость, раздражение, накапливается агрессия внутренняя. Много что-то там факторов недовольства накапливается, потому что сколько угодно можно говорить о великих успехах ратных войнах в этой сволочной войне, да, но это же не реализуется в качестве какой-то даже не в качестве, а в решении проблем жизненных. Они накапливаются. Кого-то смыло, кого-то затопило, кто-то в пожарах, кто-то не может по нормальным дорогам проехать, кто-то еще чего-то. То есть, это все накапливается внутри, и образует такая моральная такая усталость. Скорее, в это все чем-нибудь, или мы там возьмем вилы. Но это может быть еще не критический момент, пока еще не критический. Ну вот, почему он боится мобилизации? Потому что вой пойдет по центральным городам, по ключевым городам. Москва, Петер, Ростов, Екатеринбург, Низг и так далее. Там мало не покажется, что там, когда он качнется барометр общественного мнения в крупнейших мегаполисах. Пока люди находятся во внутренней миграции. Пока они стараются делать вид, что ничего не происходит. Типа, вот это не с нами все. Это где-то вот там, далеко, кто-то там куда-то идет, но это все не с нами. Вот проснемся и ничего нет. Все закончилось. Вот такое настроение, наверное, тоже характерно для значительной части россиян. Кстати, в Северной Осетии общественники потребовали запретить призыв коренного населения на войну. Говорят о том, что уже все кладбища переполнены. Скажите, пожалуйста, то есть эти процессы в кавычках добровольного призыва там, они продолжаются, несмотря на то, что Кадыров говорил о том, что свой план уже выполнил в Кавказ? Ну, такого жесткого принудительного набора нет. Да, подталкивают, где-то поддавливают, где-то подпугивают, где-то там чего-то еще, где-то всем подъездом уговаривают, Вася, иди, у твоей жены уже, так сказать, долгов на две жизни. Вот, но такого жесткого принуждения особо нет. Там, конечно, все методы, включая, что, особенно, военных специалистов затащить в армии, пока еще идет за деньги. А вот та мобилизация, которая запланирована в случае, если не хватит вот этого кусочного мяса контрактного, она как раз коснется крупных городов, столичных, в том числе. Поэтому вот они сейчас не знают, что будет. Я говорил, что там военкоматом сначала была дана готовность к шестому числу подготовиться в мае месяце, если вдруг чего казалось, что не нужно, перенесли готовность на шестой сентября, что сейчас будет шестого сентября, осталось ждать меньше месяца. Не знаю, посмотрим. Сказать сложно, пойдут они или не пойдут. Они не хотят, но может жизнь их застанет. И тогда вой пойдет и по Москве, и по Питеру, и по всем крупным другим городам. А если вой пойдет по Москве и по Питеру, чем это чревато для властей? Ведь именно этого фактически сейчас Кремль боится. Они боятся Москвы. Давайте так, вот в России существует много, много веков существует такой комплекс столицы, комплекс в хорошем смысле все, все происходит, все, что происходит в стране, должно происходить в столице. Все, что у них в столице, это не происходит. где-то кого-то смыло, какая-то варька, люди погибли, да, это где-то, ну да, там какое-то доомствие, да, что же такое дело. Это не с России происходит, а в России происходит то, что там столицы, там и деньги, там и власть, там и бизнес, там все, 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 все. И поэтому, если в Москве что-то начнется, как вот власть менялась в семнадцатом году? Вот я интересовался, когда еще работают в комсомоле, пришел с молодым парнем, и все время это идти в салон, а как что-то было? И я спрашивал, там, в Коломне, Воскресенске, еще где-то там, ну где-то были, конечно, всякие там сооружения, но это были, а вот в основном я спрашиваю, как было, ну как было? Ну пришел украсть из Москвы декрет, власть меняется. Ну те, к кому, кто получили декрет, они, ну ладно, меняется, взяли и ушли из этих кабинетов. А те, кто с этим декретом пришел, взяли и в кабинет сели. Я говорю, ну можно какой-то вершинский под поле. Да вот там что-то где-то стреляли, то ли там по пьяни, то ли не по пьяни, чего-то такое. Да что-то, ничего не было, все было тихо. Вот и таких вот отзывов я еще от тогда живших людей, ну которые там, которые рассказывают о родителе, вот у меня это 80-й год там, когда я пришел, меня очень жутко тем интересовало, как же это все-таки было на самом деле. Потому что еще были жилы какие-то там люди старше, очень сильно старшего поколения, у которых можно было это спросить. Еще как раз вот это довоенное поколение, кое-кто был жив. Ну вот они говорят, что вот так вот, почему комплекс столицы, вот я говорю комплекс. В Москве сейчас сменится власть, скажут, Путина больше нет. Скажут, да, нет, ну что делать. Все, власть меняется, переназывается вот так. Значит, сейчас там Иванов, Петров, Сидоров домой, а там Смирнов, какой-нибудь там, Белов и еще кто-то, садитесь сюда. Вот россияне к такому, такой свиней власти в общем готовы. И по телевизору другая программа. Все плохо было, то, что раньше было хорошо, что, что было раньше хорошо, все плохо. Вот. Я утрироваю. Я нарочно говорю цинично. Понятно, что в России проживает там 140 миллионов человек с разными взглядами, представлениями. Но в общем, в целом, если власть сменится в Москве, во всех этих самых, это произойдет во многих регионах просто автоматически. Поэтому Путин боится Москвы. Москвы боится, даже не Питера. Редактор субтитров А.Семкин